Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня мы с вами будем делать дневной натуральный макияж без макияжа. То есть это будет такой макияж, который в принципе любая девочка может сделать себе и в школу, и на праздник, если она... В общем, от мала до великого. Во-первых, сейчас очень натуральные девушки в моде. Чем натуральный будет у нас макияж, чем натуральнее мы будем выглядеть, и будет казаться, что мы совершенно без макияжа, тем лучше. Но акценты все равно делать надо. Если мы будем совершенно без макияжа, с какими-то красными пятнами, вот у меня сейчас, да, небольшие синячки, может быть, под глазами, это никого не красит, хоть это и натурально. Поэтому сейчас я покажу вам, как я делаю макияж без макияжа. Будет очень натурально, красиво, естественно, модно, и главное расставить акценты. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, первое, что мы будем использовать, конечно, если у вас кожа такая прям совсем неровная, то ее лучше сравнять каким-то биби-кремом. Биби-крем мне нравится от Горенье, очень много разных сиси-крем есть у Фаберлик, например, можно его использовать. Но я даже в свои 32 года не использую биби-крем уже, не знаю, последние полгода. То есть, если мне сильно нужно нанести макияж, тогда я его использую. Сейчас я обхожусь совершенно одним консилером, тем более у меня сейчас еще процедура эрефлифтинга, которая вообще разглаживает морщинки и выравнивает цвет кожи. И, в принципе, продолжаю консилером только и пользоваться. Сейчас у меня на лице абсолютно ничего нету. Я после процедуры своей, ну, мне там увлажнили немного кожу, поэтому я ее увлажнять не буду, сразу беру консилер. Мне очень нравится консилер от Фаберлик, вот такой вот. В своих видео я уже говорю о нем много и не перестаю им восхищаться. У них всего два цвета, я беру более светлый и он под загорелую кожу даже мою подходит. И под светлую кожу. Пробовала я другие консилеры у них, они не такие классные, они не так быстро застывают. И многие, даже дорогие какие-то марки. Кстати, очень неплохие биби-крем от NYX. У меня в цвете он каком? Неважно, каком, я не буду им все равно сейчас красить. То есть это на крайний случай, NYX мне, кстати, очень нравится. Но он не такой бюджетный, как, например, Maybelline. В общем, сколько я перепробовала консилеров, они все равно, бывает, застывают не так быстро, как нужно. Оставляют заломы, то есть ты накрасил, походил какое-то время, и потом смотришь, а у тебя по морщинкам твоим, по улыбкам, по мимике остались такие, знаете, следы, и снова нужно их распределять. Вот у этого консилера такого я не заметила, мне он очень нравится. Единственное, что он быстро кончается. Наверное, потому что я его все время использую. Что я делаю? Я убираю все под глазами. Давай, не говори, что у тебя нет. Также возле носа, потому что часто бывают то прищечки, то еще что-то, легкие покраснения есть. Я здесь замазываю. И также вокруг, ну не вокруг рта, а у меня, например, вот здесь вот бывают прищечки возникают, и вот какие-то покраснения еще остались. Все. Теперь я беру наши пальчики золотые, и все это под теплыми нашими пальцами, оно все будет растаивать и очень хорошо впитываться. Главное, не размазывать, а такими движениями как-то мы прибиваем, распределять все. Я предпочитаю все распределять пальцами, потому что я контролирую процесс. Еще вариант мне нравится, если не пальцами, то мне нравится вот такая кисть со смешанным ворсом. Я ей наношу тональный крем, и тоже, если ей делать такими вот вбивающими движениями, то будет очень круто, равномерно все. Распределяться. Совсем недолго мы ждем, и все, оно впитывается, и заломы не оставляет. Чем я люблю этот консилер. В принципе, практически все уже готово, но нам нужны акценты. У нас должен быть здоровый цвет лица, правильно? Поэтому я всегда делаю контуринг, и делаю его очень-очень нежно. Вы сейчас увидите, как будет сразу прорисовываться наш овал лица. Я буду использовать Maybelline Master Sculpt. У меня уже его практически здесь нет, как видите, потому что я им действительно постоянно пользуюсь. Ну вот когда выпользовываю весь, тогда и буду приобретать другой. Я даже без зеркала могу нанести контуринг специальной кисточкой скошенной, какую я люблю. Хотя нет, лучше я нанесу это все с зеркала. Я буквально подчеркиваю скулы. Я очень редко пользуюсь румянами. Не знаю, почему мне не нравится. Я в основном пользуюсь только скульптингом. Скульптинг и хайлайтер. Без хайлайтера никуда. Вот такие легкие движения абсолютно. С двух сторон. Все. Видите? Ничего лишнего. Также я делаю легкое такое, чтобы у нас не было контраста. Здесь соединяю на висках. Немножечко прохожусь по линии роста волос. Для того, чтобы придать естественному загар. Все построено на естественности. И также, больше я здесь на лице ничего не делаю. Я немножечко вот эти вот косточки шейные, хрящики, я тоже их выделяю. Для того, чтобы все это как бы сравнить и сделать это естественно. Можно вот здесь по трахеи пройти. Если это трахеи. Это я могу называть вещи не своими именами. Вот смотрите, как сразу изменилась личика. До и после. Да? Сразу появилась форма какая-то. Опять же, можно уже ничего не делать. Бывает, что этого вполне достаточно. Важный момент это брови. Брови я красить не буду, потому что у меня брови татуаж. Сверху я накрасила краской. Совсем недавно было об этом видео. Брови у меня всегда превосходны. Раньше я очень много времени тратила на свои брови для того, чтобы их вырисовать. Вообще, то есть реально, это был целый геморрой для меня. На самом деле, я теперь безумно рада, что я сделала татуаж. И мои брови всегда в очень хорошем состоянии. Я за ними вообще не смотрю. И слава богу. Потому что есть очень много чего в жизни, зачем нужно смотреть. И брови, слава богу, меня радуют каждый день. Далее у нас идет хайлайтер. Я его наношу сразу после скульптинга. Хайлайтеров у меня очень много. У меня даже есть видеоколлекция моих хайлайтеров. Но всегда на моей полочке лежит вот такой The Balm. Мне он очень нравится, потому что здесь три штуки. Здесь можно использовать как темный скульптинг, да? Но это для более темной кожи. Я пользуюсь вот этими двумя постоянно. И в основном вот такой беш идет, да? Розовенький. Это когда я хочу подчеркнуть прям вообще какой-то розовый от Элиф. Наливное яблочко. Можем как раз таки его сейчас и сделать. Он не сильно розовый. Он все равно такой нежный. То есть хайлайтер придаст нам естественное, натуральное, здоровое сияние. Я наношу на скулы, на носик. Вообще не жалею, потому что он не такой прям, знаете, яркий, что прям безумно. Ну, не натуральный. То есть он натуральный. И над губой, естественно. Потому что губа сразу становится более такая... Классная. Все, на лоб я не наношу. Хотя многие наносят на лоб, я не люблю на лоб наносить и на подбородок. Потому что мне иногда кажется, что это, знаете, как будто пожирнело немножко у нас лицо. Я вот именно на вот эти вот места наношу. Видите, совсем чуть-чуть. То есть это не тот вариант вечерний, когда вы там сияете. Теперь важный момент. Важный момент это тени. С ними главное не переборщить. Я буду использовать сейчас тени от Faberlic. У меня здесь есть перламутровый. Такие довольно-таки натуральные цвета. У меня есть перламутровый светлый, который пойдет нам под бровку. И ничего страшного, что он перламутровый. Он не сильно так вот будет светить. И матовый. Он такой, знаете, натуральный. Как даже румяна. На румяна похож. То есть можно даже и румяна какие-то между коричневым и розовым использовать. То есть такой светло-коричневый. Темнее не нужно. Я беру свою любимую кисточку. Использую только ее. Это кисточка для растушевки теней. И что я делаю сначала? Сначала я нанесу белые перламутровые тени. Но они вообще очень легкие перламутры. Я нанесу по всему веку. Легко вот так вот нанесу. Остальное все под бровку можно более интенсивно сделать. Все зависит от того, насколько натуральный вам макияж нужен. Хотите, чуть поярче сделали акцентик. То есть я немножко прошлась для того, чтобы кожа на веке более была послушная и более ровно ложился на основной цвет. Теперь я беру вот этот вот цвет, который я вам говорю. Либо светло-коричневый, либо немножко с розовинкой. Но очень натуральный, то есть не темный цвет. И провожу под косточкой в складку века. Вот так вот, до половины где-то. Это визуально делает глаз больше. Приподнимает такой уголок. Более открыто его делает. То есть прямо вот так вот растушевать. И туда положим. Можно также по всему веку положить не перламутровые тени, просто белые. Или бежевые. Вот так вот в складку мы кладем. Вот так вот у нас получилось. Также этой же кисточкой я не боюсь. И нижнее веко тоже подчеркиваю. То есть делаем легкую такую дымку внизу. Если цвет будет натуральный, то будет очень красиво. Главное не брать темный. Вот так вот. Теперь мы берем тушь. Сейчас я буду использовать Кабаре. Но все зависит от того. Если ее накрасить в один слой, на самом деле, будет очень натуральная и не вычурная. Если ее скрасить в два слоя, то она уже делает эффект Кабаре. Вот такая тушь. Достаточно хорошая. Мне очень нравится. Вот так вот у нас получилось. Все это дело. Теперь губы. Губы можно накрасить либо натуральным каким-то карандашом. У меня есть прекрасный карандаш от Guerlain. Очень натуральный. Он как раз таки сюда подойдет. Либо блеском. Возьму карандаш. Это номер. Я уже говорила в одном из видео. Номер 42. Натуральный беж. Вот такой вот натуральный цвет губ у нас получился. Также, если вы предпочитаете блески, мне очень нравится вот этот блеск. Блин, не помню, где я его покупала. Уже вот такой вот. Может быть, это и Фаберлик. Но я уже не помню. И им тоже можно вот такой вот он розовенький придать вот блеска. Потому что губы в блеске, они тоже смотрятся очень натурально. Вот такой вот у нас макияж получился. Очень натуральный. И можно куда угодно с ним. Все, теперь я с вами прощаюсь. Могу идти куда угодно. Хоть на вечеринку, хоть на завтрак в ресторан. Все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео было вам интересным, полезным. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Впереди очень-очень много интересного. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.